...операции. Одна из них была спалена разом с семьёй, что притулила ее. Другую – каты забили, а тело кинули в студню. У червяне 1974 года на мемориале были додатково створены 50 новых символичных могил на могильнику вёсок. Мур памяти заменили символичными древами життя. Там увековечены назвы 433 вёсок, спаленных и одродженных после войны. Вот смотрите, сегодня это бело-пепельный цвет, а бело-пепельный цвет – это образ хатыни. Белый цвет – это символ памяти, темный цвет, пепельный цвет – это символ трагедии. И вот эти два цвета, они солируют в этом ансамбле. Мы ничего там не придумали, ни колодцы, ни памятник, ни место, где сожгли. Мы просто историю превратили в искусство, чтобы осталось надолго в памяти народной. Что такое хатынь? Иншим разом говорить, что это могилки, але это не так. Хатынь – это наша национальная святыня, это храм под открытым небом. И исти сюда треба молчки с роздумом. Ускласться к ветке, те поставить свечку, и пригадать усих своих родных, які пережили годы жаха, унягод или халецю, те загинули на той крывавой войне. Нездарма Петр Машера указав, что лепшега помника загинувшим беларусам никто не зробил и не зробить Николи. Настолько стипло и разом с тым выразно, проникненно и велично показанное ахверо беларусской земли, что аж шимить сердце. Это место оголенная память. История Хатыни протягивается, и на Уратте талияна будет завершена. Живе и буди жить Беларусь! Живе и буди жить Хатыни! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok